сегодня будем готовить классные пирожки родом из детства нам понадобится теплая вода должна быть теплой добавляя сюда сухие дрожжи если вы хотите использовать свежие добавляете в три раза больше сахар и соль перемешиваем чтобы дрожжи растворились сахар соль все должно раствориться если вы не уверены в своих дрожжах то конечно нужно делать опару чтобы проверить дрожжи если вы уверены так можно замешивать сразу тесто и теперь постепенно добавляю муку муку вмешиваем постепенно и смотрим по консистенции тесто тесто у нас не должно быть слишком жестким и забитым берем смазываем поверхность растительным маслом примерно одна столовая ложка здесь у меня масло и теперь тесто сюда на руки наносим тоже немножко масла и вымешиваем муку больше не добавляем смотрите какое мягкое тесто у вас должно получиться мягкое эластичное немножко смазываем растительным маслом миску и теперь наше тесто закладываем сюда для расстойки оно должно увеличиться в объеме в два-три раза смотрите потому насколько тесто подошло у меня в теплом месте подходит где-то примерно час но вы смотрите наблюдаете за тестом обязательно закрываю можно укутать просто полотенчиком все отправляем на расстойку смотрите как отлично у нас поднялось тесто прям воздушное воздушное беру немножко растительного масла смазываю поверхность и тут сбоку тоже потому что мы будем разделять на части и оставлять чтобы оно немножко подошло и затем будем делать пирожки так все смазываем хорошенько ну а теперь выкладываем тесто смотрите красиво и получилось смотрите какое оно красивое у нас получилось опять мы его обминаем немножко руки сливать подсолнечным маслом так сказать сливочным видите воздушное воздушное разделяю сейчас его на две части одну часть сейчас убираем сторону а с другой будем работать нам нужно разделить на части вот так небольшие такие все теперь берем если липнет смазываем руки маслом и делаем небольшие шарики откладываем в сторону и так формируем все тесто пирожки у нас будут с таким вот густым вареньем вы берете варенье густое обязательно должно быть и то которое вы любите и так начинаем беру тесто вот так вот руками растягиваю и так все достаточно джема ложим не так уж много чтобы пирожки не развалились не разлезлись чересчур тоже плохо и просто берем вот так закрываем все хорошенько сцепливаем сюда подворачиваем вот такая красота получается в разогретую сковороду наливаем растительное масло наливаем так чтобы оно покрыло дно когда масло раскалится выкладываем пирожки саркутом как для масла это масло это саркут Музыка Я еще с помощью ложки Вот так вот их поливаю Чтобы они были красивые Пузырчатые сверху Горячим маслом Видите как мгновенно пузырьки появляются Обязательно сковорода Должна быть хорошо разогретой Пирожки у нас должны жариться А не вариться в масле Беру две вилочки И аккуратно переворачиваю Готовые пирожки Снимаем и выкладываем на бумажное полотенце Чтобы ушло лишнее масло Берем Готово Берем Готово Продолжение следует...